Всем привет! Сегодня мы вместе с вами сделаем красивый химический эксперимент под названием химический хамелеон. Для этого нам потребуется какая-нибудь красивая колба и вода, далее обычная марганцовка, она у меня осталась еще где-то с 2000-х годов, затем моющее средство крот или гидроксид натрия и обычный сахар. Для начала в колбу с водой добавляем моющее средство или гидроксид натрия. После этого к нашему раствору добавляем буквально пару ложек обычного сахара. Приготовим еще один раствор, для этого возьмем маленький стаканчик наполним его водой и растворим в ней мельчайший кристаллик марганцовки. Если у вас марганцовка просрочена лет так на 10 как у меня, то можно добавить еще небольшое количество, чтобы в итоге получился примерно такой раствор. Затем в колбу с раствором сахара добавляем раствор манганцовки. К сожалению, эксперимент получился слишком быстро, поэтому повторим эксперимент, но изменим немножко пропорции веществ. Возьмем сахара где-то не две ложки, а пол ложечки и затем даваем меньшее количество гидроксида натрия, то есть моющего средства крот. Также приготовим более насыщенный раствор марганцовки. Надеюсь такая концентрация подойдет чуть лучше. Итак, попытка номер два. Уже неплохо, но давайте попробуем еще раз. Я еще раз уменьшил количество сахара и щелочи. В итоге в ходе эксперимента мы выяснили, что на скорость реакции очень влияет концентрация. Если вы хотите, чтобы реакция прошла быстрее, добавляете больше веществ, если соответственно медленней, то меньше. Давайте рассмотрим, какие химические реакции у нас проходят в этом растворе. В ходе реакции, когда мы марганцовку добавляем к щелочному раствору сахара, у нас образуется зеленая краска. Она характерна для манганат-ионов. В свою очередь реакция не останавливается и идет дальше. Манганат-ионы у нас восстанавливается до оксида марганца-4, который в свою очередь в мелком состоянии дает вот такой желто-коричневый цвет. Ну а теперь давайте сделаем данный эксперимент немножко поинтересней. Для этого приготовим два раствора – марганцовка и щелочь вместе, и в маленьком отдельном стаканчике сахарный сироп. После чего небольшой пипеткой сахарный сироп наливаем на дно колбы. Он намного плотнее, поэтому он остается снизу. После этого можем наблюдать красивый эксперимент с многослойной жидкостью. Продолжение следует... Ну а на этом мы сегодня, пожалуй, закончим. Всем пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...